А у вас самого лучшего мнения, ну, я подписан на вас. Сейчас я немножко поприличнее буду выглядеть. Да нормально ничего вроде. Нормально все. Вы знаете, вот прямо сейчас, прямо в этот момент, в этот вечер, мне вдруг захотелось посоветоваться. А мне оказалось не с кем. Все мои немногочисленные друзья в Беларуси, они уснули уже. Я с вами не знаком, совершенно не знаю вас. Познакомиться надо, конечно. Интересно было бы вас узнать. Меня Алексей зовут. Вообще я представляюсь обычно ВАРС. Будем считать это альтер-эго и прочее творческое. Что могу о себе рассказать? Сами гражданин России. Откуда? Гражданин России. Россия, да-да. Я приехал 20 июля. Ну, это такая история, знаете, в марте месяца прошлого года. Я из внутренней эмиграции вылез, благодаря трагедии в Кемерово. Внутренние эмиграции способствовали отношения с родителями, отношения с работодателями. И это настолько далеко зашло, что я порядка пяти лет прожил в подвале. Я снимал помещение, отремонтировал под себя. Мне настолько не хотелось с этими людьми контактировать. Но я не находил этому причин каких-то. То есть, ну, мне, наверное, не повезло. Или еще что-то. Наверное, все-таки страна не такая. Вы можете, наверное, себе представить, что произошло у меня в голове, когда я... Когда до меня добрались, значит, эти ребята, которые устанавливают пожарную сигнализацию, везде начали вставить. И у меня в подвале в том числе. И я вдруг начал интересоваться тем, что происходит. Я начал... Ну, Вольнов Евгений, наверное, знаете, такого человека. Он насветил очень подробно эту тему. И в итоге объяснил причины. То есть, я начал украинским вопросом. Погрузился в него с головой. И у меня мгновенно загорелась земля под ногами. Понимаете, я понял, что... Вот все это время я живу... Ну, не знаю, как это даже сказать. Что, Родин? Так, подвес интернет. Жалко. Сейчас еще попробую вас перенабрать. У меня нет вообще. Я не согласен иметь такую родину. Вот привалась связь. Да-да, подвисает связь. Я слышу, подвисает. А вы... Ну, какой нас быть в этом даже смысла нет. Нет-нет, все, я слышу сейчас. Подвисает, да, связь подвисала. У меня МТС, господи. А, с телефона говорите, да? Вот. Значит... Ну, конечно, первая реакция – это шок. Это, наверное, сразу несколько когнитивных диссонансов. То есть, и историю я пересмотрел. Я все пересмотрел. И те немногочисленные мои друзья, которые рядом были... А я очень, очень избирателем был. Там уже 50 на 50 оставалось людей. Кто-то начал меня недобрым словом ругать. Кто-то не понимал, что на меня нашло. Вообще людей, понимающих, не нашлось. Ну, началось все с информационных каких-то публикаций ВКонтакте и прочее, и прочее. В конце концов, я понял, что, ну, надо бежать просто. Вот сломя голову куда-либо. У меня нет ни загранпаспорта, не было, точнее, не было никаких, ни виз. Я вообще не знал, как это делается. Я все 28 лет в своей жизни. Ну, кстати, завтра будет 29. Поздравляю. Ну, что, нельзя поздравлять. Ну, да. Два последних дней февраля как раз. Через час. Через час, да. Значит, я вообще в одном городе прожил. Ну, я в командировке ездил, конечно. А где вы живете, в каком городе? Значит, наш часовой поезд. Потому что у нас тоже с 23 часа сначала 12. Нет, я сейчас нахожусь в Беларуси. А, в Беларуси даже. Понимаю. Это предыстория же все. Я жил в Челябинске. И, как бы, я очень много информации перебрал на тему, как мне вообще решить эту проблему. Практически с тремя сумками вырвался в Беларусь. Вот. То есть, ну, мне на самом деле, вот, было все равно. Приживусь я. Останусь я на улице. Не знаю. Меня вырастили каким-то образом совестным человеком. Я просто не мог себе позволить больше платить налоги в этой стране. Я не мог позволить кредиты элементарно им оплачивать. Ну, вопрос такой, наверное, неоднозначный. Я был тогда счастливым обладателем кредитной карты Сбербанка. И иной возможности, кроме как снять оттуда все деньги, у меня не было. С другой стороны, предварительно я выяснил, что Сбербанк – это орудие репрессий у нас. То есть, людям просто приписывают долг. Они становятся или не выездные, либо вообще подсудные. То есть, это и не банк, на самом деле, вроде как. С другой стороны, это не полная сумма, там порядка 200 тысяч российских рублей. Это мои пенсии, которые я не получу. Это налоги, которые я успел заплатить. Вроде бы оно и правильно, но все равно не очень законно. Вырвался. Собственно, большую часть денег я потратил на то, чтобы помочь друзьям уехать. Ни этой возможностью не воспользовались. Но ладно, это оставим. Переехал в Беларусь 20 июля прошлого года. Значит, только полгода, да, здесь в Беларуси? Да, полгода. И вы понимаете, разница же есть между менталитетами. Хоть вообще незначительная в рамках мира, наверное, Европы хотя бы. Но мне ее хватило, чтобы понять, насколько узок мой кругозор вообще. То есть, что-то я там... Я, в принципе, наверное, думающий человек был всегда. Но рожая мысли внутри своей головы, это совсем другое. Я пронаблюдал и как люди себя ведут. Достопримечательности ваши изучал. Язык начал изучать. Вот как-то так. Да, интересная история. Совершенно неожиданная. Даже не думал, что бывают такие ситуации именно с молодыми людьми. Настолько вот открываются глаза. Это удивительно, конечно. Мне казалось, у вас русских людей, они настолько закрыты, наглухо даже забиты. И заколочены. Я могу сказать, в чем возможная причина. Я 90-го года рождения. И мое детство, ну, самое раннее, оно попало на такой период, когда родителей дома не было очень часто. Ну, то есть, я там на два мог остаться, один на три. Я научился готовить в четыре года. То есть, элементарно себе приготовить. Меня гулять, собственно, отпускали без сопровождения уже в три года. И вы понимаете, у меня возникла сейчас такая теория, что критическое мышление, какое-то природное, вот именно вот этот навык анализа, он вообще у человека есть с рождения. Просто он либо подавляется, либо он как-то сам собой развивается по мере надобности. И мне его окончательно не отбили. Я прекрасно помню, как мне в пять лет отец говорил, таких, как ты, будут бить сапогами в армии. Таких, ну, я это очень часто слышал. И на работе постоянно проблемы. То есть, ты приходишь, ну, уже будучи мастером. Я 8 лет занимаюсь сантехникой. То есть, от отопления, от водоснабжения, все. Вроде даже, как бы, могу относительно доказать какой-то свой послужной список. У меня официальных статей вообще нету каких-то в трудовой книжке. Потому что я работал неофициально всегда. Дело в следующем. Я устраиваюсь на работу. Все, я подписываю договор, что я холоп этих людей. И я могу очень завуалированно намекнуть, что со мной номер не прокатит. Но их это не останавливает. У них система. У них пошел чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Все. Мы тебе просто супа не отдадим деньги. Я много раз их наказывал, этих людей. И вы понимаете, на их лицах искреннее удивление. Почему так происходит? Пробовал коллектив подбивать иногда, когда всем доставалось. Я оказывался всегда крайним тем, кто затевает какие-то там революционные движения. То есть, от меня тоже избавлялись возможными способами. И я не знал, это нормально, нет. А родственники все говорят, ну, ты же постоянно бузотеришь. Тебе же все не нравится постоянно. Ну, как бы, да, если меня просто без причин лишают премии, например. Или выдуманные причины. Или прораб мне говорит. Ты вот хочешь выкрутить детальку? Ну, вот, вы, может быть, технический специалист, нетехнический. Ты накрути на нее муфту и открути вместе с муфтой. Сидишь у виска, крутишь. Ты дурак, нет совсем. И абсолютная некомпетентность людей. Во всех практически вопросах. Юридических, технических. Очень трудно приходилось. В итоге я уже занялся более-менее как-то, ну, насколько это можно назвать своим бизнесом, чтобы не зависеть от этого. А снимать помещение, ну, я вписался в эти, знаете, номинальные директора и прочее. Очень аккуратно вписался, чтобы не участвовать в незаконных делах. Часто все это мониторил. Но каким-то образом мне это придало спокойствие, наверное, что завтра я не окажусь на улице. Меня из этого подвальчика не выселят. И вот как-то так 10 лет жизни прошло, представляете. Да уж, интересно, интересная история. Как их только. Вот история не бывает. Вот как. Все непросто. Я говорю, я честно скажу, из молодых людей мне еще никто не встречался. Например, с четкой, ясной такой выраженной позицией, что он, например, видит, что что-то со стороной не так. И что просто уже до такой степени накипело, что нужно оставлять страну. Я просто с такими людьми не сталкивался. Но более другие были такие простые позиции. То есть человеку не нравится, у него есть какой-то бизнес, он просто срывается, уезжает. Например, тоже Испанию как-то я с одним говорил, уехал туда. Оказалось, у него там будет все здорово. Нет, там он ничего не выдержал. Потом обратно говорит, надо будет все-таки зарабатывать в России деньги, вернуться. Но все равно с таким настроением, что все равно я покину Россию. Потому что там нет никакой жизни. Невозможно не то, что не прижиться вообще, не вписаться, не прижиться. Не врубление человеческое. Да, не принять вот это общество. Общество действительно очень сильно больно. Я ему тоже верил. Я с ним говорил, он мне рассказывал. Я как-то в то время не занимался даже. Это было, наверное, года два назад. Я близко не занимался никакими вещами, что этот разговор можно записать, а потом даже проанализировать с помощью, например, такого мнения, как своих подписчиков, многих людей. Чтобы они посмотрели, дали даже свою оценку пускай всему этому состоянию. Потому что на то пору мне казалось... Я уже и признавался, что я сам еще немножко был каким-то там на треть, может, еще четвертная часть, еще ватнические такие состояния. Я выходил очень тоже не просто с этого состояния. Был отравлен, как и все в основном люди. Сегодня так очень долго выходит, насколько я знаю. Очень долго. Да, да, да. Но все-таки я вышел, освободился от этой беды. И у меня мировоззрение настолько сильно поменялось, например. Но это благодаря тому, что я начал прежде всего изучать. Изучать все это, анализировать полностью. Мне нужно было огромное количество всякой информации. Поговорить с людьми, просмотреть даже огромное количество роликов в YouTube. Потом задавать вопрос, черт подери, действительно, почему? Кому-то удается быстро вырваться с этой... Я не знаю, даже не с клетки, с этой карусели, с этой какой-то колеса, так как белка там носится. Но я удалось вырваться. Я увидал людей совершенно с другой стороны. И начал разбираться. Я даже сам себе радовался, что у меня это получилось. И многие люди это заметили тоже. Они отзывались действительно, что да, у меня это получилось. И рады, искренне были рады за меня. А я искренне рад прежде всего за себя, что получилось. А во-вторых, рад за то, что мне... Они со мной говорят, объясняют, что очень много толковых, интересных, умных людей. Именно здесь, вот на просторах интернета я встретил, познакомился. Я был просто рад. А тем более, что если даже включают мозги молодые люди, вот, например, подобные вам, это просто у меня даже... Я открываю для себя Россию. То, что там не настолько все дико потеряно. Потому что вот, говоря на эти темы с украинцами, у них четкий иммунитет выработался насчет России. Потому что они никогда не простят. То, что отжали Крым, то, что влезли в Донбасс, это все. В основном уже никогда. Даже, мне кажется, много-много времени пройдет. Еще у меня люди тоже интересуют. Я пока буду отказывать, потому что я разговариваю. Надя и Интервата хотят созвониться. Сейчас со мной интересно было, потому что вечером люди уже имеют немножко времени. Я говорю, вот это состояние для меня, оно просто прекрасное. Я теперь знаю, у меня времени достаточно. Я провожу, учусь, например. Еще раз напоминаю, что люди, мне казались, именно в России, то ли обреченные, то ли они до такой степени зазомбированы, то ли они настолько больны, что возврата практически нет. Но раз уже молодые, хоть немножко просыпаются, сейчас смотрю по новостям, Россия потихоньку-потихоньку начинает чесаться. И именно молодые начинают чесаться. Это уже радует. Потому что эти старики, бабки, это все, это уже не лечится. Это ясно, что не лечится. Например, такие люди, как вы, подобные вам, но я пока, скажу честно, не встречал здесь, на просторах интернета. Таким образом, чтобы вы могли покинуть, осознанно уехать, например, даже в Беларусь. Казалось бы, Беларусь еще даже не краина для житца, для такого степени. Но все-таки сделали выбор. Это, видимо, как трамплин, наверное, какой-то, или ступень для того, чтобы дальше как-то делать. Мне хотелось бы узнать, что-нибудь есть у вас? Конечно, если возраст такой уже, значит, что-то планируете на будущее. Значит, есть какое-то видение, например, вашего будущего? Вы хотите его построить? Как оно будет связано? С какой страной? Например. Или вы собираетесь со временем вернуться? Опять. Вы же говорили, что раз оттуда вырвались, это там... Нет. Ну, я предпочел бы... Знаете, вот такое лирическое отступление. Россия научит презирать собственную жизнь. И я этого отчасти не избежал. То есть я, наверное, не так сильно ценю жизнь, как любой человек с Европы. Я не вернусь в Россию. Это однозначно. Даже когда она, типа, вылечится от этого вируса, мне уже, может, лет 50 будет, 40. Не знаю. Тут два момента. Дело в том, что... Так промелькнула новость, что подобные мне уже послезавтра, возможно, не смогут покинуть территорию Беларуси. Я был в Вильнюсе. Без визы был. Мне очень было важно, знаете, вдохнуть в воздух свободы, посмотреть на свободных людей. Мне довелось пообщаться с полицейскими. И... Ну, совершенно другой уровень отношений. Совершенно. Я не могу сейчас... Это я очень долго буду описывать, что это. Но я бы прослезился, наверное, от этого. И у меня сейчас такой вот выбор стоит. У меня уже здесь есть друзья. Есть люди, с которыми я общаюсь. Есть очень близкая мне подруга. Мы хотели сорваться в Италию. Я все-таки ехал сюда за безопасностью в том числе. Я ее получил. Но я чувствую, что я гораздо больше пользы принесу этой стране. Я хочу ее защищать. Я хочу ей помочь вырваться из русского мира. Но мне для этого придется уехать. У меня планы опять рушатся. И завтра я собираюсь ехать в Литву. Опять же без визы. Подавать на убежище. Может, мне поможет мое творческое портфолио. Собственно, сантехникой я занялся, потому что мне нужна была профессия. Музыкант – это не профессия у нас. Я уже 15 лет пишу музыку. Образование у меня 9 классов. При всем при этом. Я очень надеюсь, во вторую очередь, развивать свой творческий проект. Но активно участвовать в этих информационных войнах. Может, блок свой создать уже, в конце концов. И к вам вопрос. Интересует оценка вот этого поступка. Она, наверное, неоднозначная на счет 200 тысяч рублей. Вроде бы, оно и по международным законам одинаково квалифицируется. Я понимаю, что, когда меня будут спрашивать, а что и почему, я не смогу соврать. Я скажу, что я это сделал. Вроде бы, у меня есть мотивы. Как вы считаете? Что мне ответят на это? Я, собственно, преступник? Или я все сделал правильно? Во-первых, это влияет на выезд из страны, из Белоруссии в Литву? Или нет? Или это где-то висит на вас, эти 200 тысяч рублей? Они где-то висят, но я был уже в Вильнюсе. Дело в чем? Я приехал, у меня в мыслях не было, что я смогу в Белоруссии сделать загранпаспорт, корочки сантехника, которых у меня никогда не было. Четвертого разряда хотя бы. То есть, я сейчас, в принципе-то, относительно свободен. Просто сейчас мне будет выезд закрыт. Новость поступила, не знаю, верить нет, но ее долго не мусолили, заранее, так скажем, ее не готовили, чтобы вот 15 часов назад появилась эта новость о том, что с весны, ребята, россияне уже через Белоруссию не поедут никак за границу. А в таких вопросах нельзя рисковать. Надо, значит, срываться, даже завтра, срочно, без вопросов, конечно. Обязательно. Надо, не чесаться, нечего. Обязательно срываться, чем быстрее, мало ли чего. Потом, действительно, если будет проблема, то не вырвешься никуда. Я бы тоже, если такая была позиция, внимательно-нимательно слушаю вас, конечно, без слов. Без слов. То же самое, как тут чеченцы, я говорил, в стриме у нас сидели годами в надежде того, это неоднократно раз, другой, раз, третий раз вырывались, вырывались, и многие-многие все-таки вырвались из этого, называя это ада. И остались в Европе, и неспроста же это дорвали, с семьями, со всем, потому что знали, чувствовали, что в этой стране нет будущего. Это то же самое, да. Так что, Сергей, я тоже бы на вашем месте, конечно, поступал. Ну, что 200 тысяч рублей? Только я, Алексей. Ой, Алексей, прошу прощения, видите. Ничего. Да, да, Алексей, я бы сейчас чуть-чуть посмотрел еще по логину, потом показалось, что. Вот. Что, эти 200 тысяч, ну и висят, и пусть висят. Лишь бы они не влияли на ваш выезд. Я думаю, что не повлияет, если все вовремя сделать. Да. Если там, да, это будет висеть именно за то, что где-то в паспортном каким-то данной, в анкетах, что вы там должны эти 200 тысяч рублей, типа, долга какого-то. Если оно будет влиять, то висеть на них. Могут и не выпустить никуда. А вы, кстати, записываете. Да, я записываю, но я всегда же говорю, если будет интерес у кого-нибудь, всегда. Если кто хочет услышать, пожалуйста, какие-то моменты я могу вырезать, убрать. Или вместе посмотреть ролик. Нет. Если не скучно получилось, ну зачем вырезать? Я действительно хочу, чтобы таких людей было... Не с такой судьбой, честно говоря, никому не пожелаю. Через горы семейного насилия беспощадного пройти и через всю вот эту российскую школу. Не хочу. Я хочу, чтобы люди знали, что такое Россия на самом деле. Белорусы знали, что такое Россия. Я как бы так в трехе в чат-рулетке веду все-таки беседу. И очень часто напарываюсь на русских, которые говорят, что это наша земля. Белорусы это русские. С какой стати интересно. Приходится прикидываться белорусам, и я просто, не знаю, у меня подготовки, наверное, нет. Я их посылаю подальше. Я не могу иначе. Это, ну, звери какие-то, сейчас слово. Мне кажется, за полгода, что я здесь, они еще больше с ума сошли. Они показывают в своих пабликах ролики, то есть заглавие одно, что якобы там российский самолет, мне нравится формулировка, унизил восемь самолетов американских и японских. Унизить самолет, ладно. Смотрю, ну, в итоге видео там лежит, новость преподается. То ли с борта нашего самолета снимали, то ли с борта вражеского самолета снимали. Диктор два раза менял эту точку зрения, то есть вообще ничего не понятно. Я говорю, ребят, а кто кого унизил и каким образом, я понять не могу. Вы знаете, мне скидывают видео, где в Сирии вертолет, по-моему, аллигатор, я не разбираюсь, ну, летает над отдыхающими вот так. Я видел, да, аллигатор, да, это К-52. И они вот так смотрят, что? Что это? Я говорю, вот это, говорит, мы, типа, вы над мирными жителями издеваетесь, это вы, как это у вас в голове, говорю, вяжется? Вы знаете, что мне написали? Хохло-свинья, заткни ебало. Эй, кошмар какой, вот видите, сразу, это все калеки, моральные калеки, уроды, самые настоящие. Я извиняюсь, заматываюсь. Как можно с ними что-то договариваться, слушать, я тоже представляю, это ужас какой-то. До какой степени дошли русские? Я просто, в кого они превратились? Они такими, мне казалось, и даже в советские времена и близко не были. Не было ничего подобного такого, я вспоминаю, совершенно ничего. Во что они сейчас превратились и в кого они могут еще превратиться? В них, насколько я знаю, это, наверное, сидело как-то в такой бытовой форме, но... Сидело, но не проявлялось в такой сильной степени. Самый мирный человек из таких вот, ну, конкретных совков, это был мой дед. Он, ну, вот я не могу сказать, что он какой-то вот прям в душе оккупант и прочее. Это добрейший души человек был. Он, конечно, сторонник теории заговоров, того, что Русь, это Россия и цивилизации этой, там, 500 миллионов лет, я такую версию даже находил. Нация избранных, страна избранная, отсюда все произошло, как они говорят. Да, при этом его это не делало плохим человеком, как это ни странно. Конкретно советский человек, вот совсем советский. Очень многое мне по науке рассказал, то есть мне было лет 8, он мне мог объяснить на пальцах принцип работы холодильника. Знаете, и поэтому я вот этими немногочисленными друзьями оброс, они все техноритом и философы, очень интересные люди. Половина из них, правда, все равно сейчас меня считает врагом, потому что я не смог удержаться от конкретного информационного вливания везде, как только покинул территорию России, сразу же. Ну, это мой долг, наверное. Я бы посчитал на тот момент, когда только вырвался, что я смогу это исправить. Я понял, что нет. Их исправлять бесполезно. Огораживать только этот лепрозорий и, не знаю, пускай он маринуется. Украинцы правильно сказали, отгораживаться рвом с крокодилами. Неспросто так сказали, это точно, чтобы никого, и они закрывают всякие границы, чтобы никто из русских даже не хотел. Вообще всякое общение хотят прекратить, потому что действительно, слушай, я говорю, в шоке от тех слов, что вы говорите. Это вы же русский человек, молодой человек, сыновья, мой младший сын. Я им даже паспорт показывал, ну, как бы там замазал, конечно, цифры, говорю, я гражданин России, я против союзного государства. Какая наша Украина? Ты что, рехнулся, говорю? Ну, ты там предатель, мне вообще без разницы какой-то там гражданской принадлежности, ты бандерой и свинья, короче. Хохол это не национальность. Ну, прекрасно. Кошмар, это ужас. Это ужас. Меня, вот, я опять вас перебью, извините, в детстве вызывал ужас, вот, там, очень же много было и в 90-е, да и всегда, в принципе, рассказов о войне, о фашизме. Что фашизм, это такая вот идеология, которая призвана уничтожать людей по национальному признаку. Понимаете, это всегда вот во мне вызывало чувство ужаса, потому что, ну, я же вроде нормальный человек, да, я там какие-то навыки полезные имею, в конце концов, зачем меня уничтожать? Зачем уничтожать людей, которые там работать в конце концов могут? Вот, это же, ну, глупо, нерационально, в конце концов, нерентабельно даже, если уж такими терминами разговаривать. Это, ну, какая-то больная совершенно идеология. А сейчас я понимаю, что русские сами фашисты. Это самое настоящее, совершенно верно. Меня не укладывается в голове до сих пор, наверное, как так ваши деды там гибли. Как бы не только ваши, конечно. Конечно, вся Европа воевала, начнем с этого, и весь Советский Союз, а не только русские, там, сколько, 4 года повоевали. Минск, он вообще, насколько я знаю, разрушен был до основания. Ничего не осталось совершенно, камня на камне. Сколько там зданий осталось? Но их там по пальцам можно было пересчитать. Ну, они не были даже готовы для того, чтобы их восстановить. Их невозможно было восстановить. Их сносили все равно. Все заново, город отстраивался заново, все. Да. Это кошмар, это ужас, да. Я говорю, шок. И мне это, конечно, полезная, полезная очень информация. Я не выходил уже в последнее время, не говорил с русским, потому что я просто-напросто не мог. А сейчас у меня есть надежда, что я все-таки буду находить подобных вам людей. Но чтобы они доносили вот видение и правду. Пускай она страшная и горькая правда, но она и есть правда. Что не все в России зомби, что есть думающие, умные, толковые люди. Это радует меня. Оговорочка. Я-то уже не в России, понимаете. Да, да, да. Но все равно, россиянин, как бы ни было, русский все-таки. Раз из-за Урала, оттуда, там вырос все-таки. Да. Родители там остались, да? Родители остались. С родителями мы не общаемся, опять же, по той же причине. У женщин, вообще вот таких вот среднестатистических, российских, либо нырять в карьеру без каких-либо принципов, что можно, что нельзя. То есть, я особо вот эту субкультуру не знаю, вот эти вот девочки вот с такими очками. Остальные хотят выйти замуж и наделать побольше детей. Причем невзирая на внешние условия. Я своей матери не смог на пальцах объяснить, что даже кошка, она не будет размножаться, когда нет, собственно, условий. Да, кушать нечего. Кушать она не будет, там, окатиться у нее такого не произойдет никогда. В итоге у меня два брата, две сестры, и по отцу, точнее, у меня брат и две сестры, по матери, по отцу брат. И все эти люди уже в разводе и еще раз в разводе, что вы, я не знаю. Эти люди пытаются меня заставить там жениться. Ну, это было давно, конечно, уже. Ждут от меня каких-то внуков. Я как-то всегда понимал, что я не смогу здесь гарантировать им безопасность. Я даже не знал вот этой всей ситуации. Ну, как-то у меня было понимание, что у них время сейчас. Да и надо ли оно, нет, надо еще подумать. С таким воспитанием могу ли я воспитывать детей? Вопрос. Отец меня позвал на дачу в 2014 году. Он уже, как бы, во мне, так скажем, сил увидел, пытался со мной дружить. Но тогда он прям с гордостью поставил, давай я сейчас такой фильм покажу. И показал, собственно, как Вова Путин рассказывал про спецоперацию Крым. И он прям так гордился этим. Я помню свои настроения в тот момент. Я не понимал. Ну, все радуются. Наверное, это что-то приятное. Я не представлял, как другие страны на это смотрят, конечно. И вообще, я только российский взгляд понимал. Ну, какая радость от того, что вы еще один кусок земли просто загребли. В чем радость? Курорт? Уже нет никакого курорта. Туда уже никто не ездит. Про Донбасс с Луганском тоже история. Путин в виде войска. Тогда тег такой был даже в соцсетях. Путин в виде войска. Все, кто согласен, давай вводи Путину. Типа, мы ответим. Мы же с тобой. Бабушка моя, это мать моего отца. Она очень хитро так заметила. Я ее спрашиваю. Как ты думаешь, введет, не введет? Мне правда интересно было. Он же не может его прямо взять и ввести. Ну, да, наверное. А то, что там погибло 11 тысяч украинцев. Не знаю. У меня, наверное, последние волосы выпали, когда я об этом узнал. Может, я какой-то действительно не настолько образованный, как люди во внешнем мире, назовем это так. Ну, я 4 года просто не знал об этом. Я настолько в этой внутренней миграции был. Сейчас пытаюсь это наверстать. Мне безумно... Это неподходящее слово, даже стыдное перед украинцами. Этот лепрозорий, мне хочется, чтобы он перестал размножаться. Он везде засунул свои лапы. Во Франции шпионов отлавливают. В Германии, в США. Понимаете, чем это кончится, если у них есть какое-то понимание того, что такое мировые войны. Они помнят еще, что такое мировые войны. Это вполне может произойти. Страшно. Очень страшно. Удивительно, удивительно. Слушаю внимательно, очень и поражаю. Неужели я говорю с русским человеком? То, что я никогда не слышал ни разу, представляете? Ни разу не от этого русского человека. Такое ощущение, что вы действительно не русский человек. По духу, по понятиям, очень близкий мне. Я этому не смею даже близко перебивать. Мне на самом деле очень приятно. Спасибо, что откликнулись. Что нашли меня. Если было бы интересно, например, нам, прежде всего, блогерам, я считаюсь, уже меня считать, точнее, я себе даже еще не считаю блогером, например, то же самое связаться с украинским блогером. Если это, конечно, не повлияет на ваше будущее, мало ли на что, в смысле, я думаю, когда вы едете в Европу, даже в Литву, сюда, то этого не будет уже проблемой никакой. Я думаю, даже и в Беларуси ни малейших проблем не будет, никакой угрозы вам не будет. И самое прекрасное, представляете. И вписаться в наши стримы, наши разговоры буду приглашать, если, конечно же, не против, Алексей. Я абсолютно не против. Вы понимаете, я очень долго пытался эту проблему осознать, невзирая на факты, которые можно было найти в интернете тоже, на что меня натолкнул Вольнов. И достаточно много интересных теорий настроил на эту тему. Я их, правда, большую часть выкинул. Может быть, вашим подписчикам будет интересно. Может быть, это глупость, опять же, и что-то из области конспирологии. Но если условно определить какие-то основополагающие даты в истории Москвы, ну, допустим, монголо-татарское нашествие, так называемое, потом реформы Петра, это все конкретно преобразующие государства даты, потом большевики. Вы знаете, что удивительно? Эти периоды, то есть от самого раннего к самому позднему, соотносятся, и соотношение не меняется. Два с половиной. То есть, если мы возьмем период от Батыя до Петра, сколько, 500 лет, я считал прям специально, значит, от Петра до большевиков, от большевиков до Путина, и какой-то гипотетический следующий период. Четко. Два с половиной соотношения. Это соотносится с ускорением технологических каких-то процессов в мире. То есть, скорость, так скажем, вот этих, как сказать-то, не знаю. Ну, вы поняли, что история, она ускоряется. Это соотносится, и экономические процессы ускоряются, научные процессы ускоряются, ну, и, соответственно, политические механизмы тоже совершенствуются. Мне кажется, ну, все, опять же, сходится на 2022 году в таком случае. Сильно конспирология. Да, уже 22-й почему. Конечно, я, наверное, где-то что-то прозевал. Если именно почему 22-й год. Я понимаю, математическая прогрессия. Конечно, все технологии буквально за каждый раз удваиваются, а потом этот период опять же удваивается, например. Соответственно, за последние, например, там, пускай 100 лет, казалось, технологии, ну, просто шагнули космическими темпами. Но по той же самой прогрессии это произойдет, например, в ближайшие, пускай, 20 лет. Мне нужно быть стоя, чтобы такой же уровень, например, технологии достичь, который мы можем только себе представить. А потом спустя 5 лет это повторится опять же, через следующие 5 лет в уровень технологии шагнет еще, даже в нашем непостижимом представлении. Ну, конечно, когда-либо он закончится, потому что все заканчивается. Даже уровень технологии доходит до своего, наверное, логического конца, на то, что уже способно, например, мышление человека переварить какое-то, иначе может превратиться человек, не окажется. Это мое видение. Просто в робота, в машину и еще такой неосознанной. Так что... Цель изменения. Да, да, да. Цель. Совершенно верно. Вот. Я не в курсах. Что бы мы явили беду под 22-м годом? В 22-м годом должна закончиться путинская Россия. Если до ранней даты не будем брать, они действительно условны очень, потому что и достоверных данных нет, ну и соотношение не может быть всегда идеальным. Прям 2,5-2,5. Оно все равно варьирует. Так, большевики, от большевиков получается до распада Советского Союза 20 лет. Ну, с распада Советского Союза примерно я начинаю путинский период, потому что это все уже к этому шло, это реваншизм сплошной. Не с приходом Путина это началось. К этому готовили очень сильно Россию, я считаю. Это получается 80 на 2,5 поделить. Ой, я сейчас соображаю плохо, если честно. Ну вот таким вот методом я эту дату нашел. Это я считаю с очень хорошим запасом, учитывая то, что я слежу за новостями. Как еще не разбомбили, я понять не могу. А вы пропали. Нет, нет, я слышу, я слышу. Я все слышу. Ну, мне кажется, даже это с большим запасом, потому что я сейчас уже удивляюсь, как эту страну еще не разбомбили, вопреки просто всему. Да, интересное ему заключение. Стоило бы на эти темы очень-очень даже поговорить. Надо поразмыслить самому. Ну, нужно, конечно, обладать информацией довольно такой большой. Это такой, знаете, совсем-таки зачаток. Совершенно зачаток. Надо глянуть на эту проблему вашими глазами просто. Например, знать то, что вы знаете, например. Задаться целью. Чтоб цель была для меня хотя бы ясна. То есть вашимися глазами. Тогда можно, например, вступать на равных с вами в такой ситуации, вот ситуация в таком видении, почему путинизм закончится именно в 22-м году. Ну, интересная, конечно, ситуация. Я люблю очень внимательно людей слушать. Обожаю просто внимательно умных людей. Считаю, конечно, Алексей вас умным человеком. Достаточно умный на ваши годы, молодые. Я, например, пока еще, вот честно признаюсь, никого не встречал даже. Чтобы так мыслили. Глубоко, продуманно, именно о своей стране, прежде всего, о политической системе, о путинизме, о взглядах на будущее, например. Хотя, казалось, казалось, всегда казалось, что вполне достаточно умных. Но они какие-то были все предсказуемы. В моем понимании предсказуемы. То есть у них была вот такая цель. Сработать деньги, там жениться, иметь миллионы, хорошо жить, отлично развлекаться, иметь любимую работу. То есть они предсказуемы. У вас пока, вот, для меня, для меня именно, вот, я не вижу, не вижу, не наблюдаю, кто вы станете в будущем, кем вы можете быть, кем вы станете, например. Пока не вижу. Узнаете насчет... Потому что я прослушал, что, да, да, прослушал, еще не договорил. Потому что я прослушал, что вы говорите довольно глубоко. То есть жениться ни с кем попало. Я понимаю, что целью, например, семья, это не основная цель. Хотя очень важная, потому что семья, это, ну, просто мощное связующее звено. Да. Но это не смысл. Это, как говорится, по-религиозному. Есть смысл жития, бытия человеческого. И вы, конечно же, не знаете и представляете. Потому что оно, конечно, совпадает даже немножко с религиозным взглядом. Я уже не раз говорил, что люди были всегда мудры и умны настолько, что тысячи лет назад осознали, в чем заключается даже смысл жизни. Уже верю то, что вы в свои годы осознали, в чем он заключается. Не только, чтобы иметь все эти блага и семью. То есть существует еще выше. Теперь нужно подробнее рассказать. Да. Ну, что-то семейных ценностей. Да, семейных ценностей. Ну, это не семейные ценности. Это, скорее всего, человеческие ценности. Да, философия цельщики и так далее. Семейные ценности, это не настолько сложно. Это очень даже просто, предсказуемо. И все. Некоторые, конечно, жизнь уложат только для того, чтобы иметь мощные семейные ценности. Все нормально, все красиво. Но потом, вот, выходит Владимир Коваленко, тот, что с Харбина человек. Алексей, я сейчас постараюсь, сейчас я его попробую включить, одновременно сюда вписать. Вы меня слышите, нет? Алло. Да, да, да. Чуешь меня? Добрый день. Чую, чую, дорогой, чую. Вечера, человек, как там? Да, да, да. Чую. Так, а ну давай попробуем видео включить, чи вы Патяна, чи нет. Я думаю, что Патяна. Я Патяна, я как раз разговаривал с интересным парнем, с интересным человеком, молодым. Записал. Зараз каковстаньтеся, я его зараз запрошу, чтобы он был тут тоже в нас на связи. Вот, я вас витаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.